Добрый вечер! В эфире Океарская студия телерадиоувещания, информационный выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гузель Нарбудина. А теперь коротко о главном. В районе прошло мероприятие, посвященное государственным праздникам. Прошли публичные слушания по бюджету района на 2016 год. В районе продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В прошлую пятницу в районном Доме культуры отметили Дни Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан. Это два важных государственных праздника, без которых невозможно представить деятельность любых государств. О том, как прошел праздник в нашем районе, смотрите в следующем сюжете. Конституция Российской Федерации отмечается 12 декабря, а Конституция Республики Башкортостан – 24-го. Это главные документы нашей страны и республики, по устоям которых мы живем, и символично стало объединение этих дат в этом году. По доброй традиции официальная часть мероприятия стартовала с поздравления главы администрации района Раила Ибрагимова и депутата госсобрания Курултая Республики Башкортостан Рустама Аблаева. Поздравляю вас с этими праздниками и желаю вам мира, счастья, благополучия и новых трудовых свершений. Уверен, что мы, продолжая жить во взаимоуважении и согласии, будем и впредь созидательно трудиться во благо нашего района и Башкортостана. Провозглашенные в Конституции принципы народовластия, защиты прав человека, обеспечения мира и безопасности достижимы, если государство способно создать условия для их реализации. А сильное государство – это власть, основанная на праве и прогрессивная роль Конституции. Прежде всего, состоит в том, что она провозглашает принципы, согласно которым отношения гражданина и государства основываются на приоритете прав человека как высшей социальной ценности. Для присутствующих гостей, официальных лиц и просто патриотов своей страны и республики сотрудниками школ искусств района Океарской и Бурюбаевской были подготовлены яркие концертные номера. В ходе мероприятия сотрудники различных структур жизнедеятельности были награждены благодарственными письмами. Так, например, районный дом культуры достоился автобуса на 18 мест, а председатель района и организации профсоюзов Вану Аскарова – почетным знаком. Сегодня значимый день не только для нашей республики, но и для нашего района, для наших жителей и силами наших учащихся Океарской детской школы искусств имени Мабая Сянбаева. Мы подготовили наши самые яркие номера и выставку художественного отделения. Таким образом, мы хотим поздравить наших жителей с таким праздником и пожелать всем успехов в работе, творчества, в наших делах, здоровья, счастья, семейного благополучия. Менің ансамблді, Тхайбул ансамблдің дурлау енді шайтып, Уфананның ғрамта еверген нарасын оларға дур арахматылымын. Ошо фестиваль бәдің өттейінді елайырда, шунда елайырда енді барып қатнаштық, хәм шул айтып, ғрамта берген нарасын дур арахматылы оларға. Празднование главных государственных праздников длилось почти два часа. Яркие выступления, народные танцы, песни, чтение стихотворений и выступления самих преподавателей пришлись по душе гостям. Об этом свидетельствовал полный зал и громкие аплодисменты. А в фойе Дома культуры разместилась замечательная выставка учащихся. Гульнас Ибрагим, Вазуфар Алибаев, Айнур Ахметов, Служба новостей. 11 декабря в здании администрации района состоялись публичные слушания по проекту бюджета района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Слушание провел заместитель председателя совета района Равкат Галимов. Принять участие в слушаниях и высказать свои мнения и предложения о проекте бюджета могли все желающие. В частности, были заслушаны 9 обращений. Среди них были такие предложения, как увеличение финансирования на зарплату преподавателям дополнительного образования, предусмотреть финансирование для функционирования детского технопарка, внести изменения в распределение денежных средств на мероприятия по молодежной политике, увеличить расходы на ремонт дорожных покрытий и освещение районного центра, а также выделение средств на открытие многофункциональных центров в Степновском, Буребаевском и Абабакировском СДК. Хотели бы включиться в процесс, который идет по всей России, это создание многофункциональных центров. И у нас в Абабарсковике уже созданы 16 таких центров. Мы тоже хотели бы, чтобы у нас в районе были такие многофункциональные центры. Это по поручению министра нашего Шафиковой. Мы начинаем вот такой процесс. Наши клубы должны приобретать другой статус, статус многофункциональности, где клубы будут задействовать все категории врача. Для них особые эти зоны делаются. Это совсем, значит, другой вид деятельности будет. С основным докладом выступил заместитель главы, начальник финансового управления администрации района Альмиража Ахметова. Предполагается, что структура основных расходов района по сравнению с 2015 года не перетерпит существенных изменений. Бюджет останется социально ориентированным, то есть направленным на выполнение муниципалитетом основных социальных обязательств перед гражданами. Решение по бюджету района на 2016 год депутаты районного совета планируют принять с учетом результатов публичных слушаний на заседании совета 24 декабря. В этот же день, после полудня, в Малом зале администрации района состоялось 32-е заседание президиума совета. На обсуждение было внесено 12 вопросов. С членами президиума был определен перечень вопросов, которые планируется рассмотреть на очередном заседании совета района. В частности, вопросы, связанные с бюджетом на 2016 год, о подтверждении правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района, порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных актов района. Также рассмотрели вопросы о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в районе, о присвоении звания почетных гражданин Хайбуньского района. Вопрос о передаче полномочий, в частности дорожной деятельности от муниципального района, ведения сельских поселений, отложен для более детального обсуждения. В районе продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется, что до конца 2017 года условия проживания улучшат более 350 жителей района. Наш корреспондент продолжит тему. Этот год стал для Равиле Батимировой значимым. Осуществилась мечта всей жизни, ключи от новой однушки. Высокий потолок, светлое и проспорное помещение – то, чего так не хватало в тесном бараке. Старый дом родители делили со взрослыми сыновьями, как и бытовые неудобства. Самые неприятные из которых – отсутствие воды и санузла. Теперь у Батимировых напополам счастье. Дом семьи Батимировых признали аварийным в 2013 году. Расселили почти сразу же. Правда, пришлось немножко подождать, пока построят новые здания. Благоустроенное жилье получили в этом году. Квартира оборудована, что называется, под ключ. В городских условиях – туалет, ванна. Как отмечают в администрации района, в ходе первого этапа программы 21 семья из аварийных домов переехали в благоустроенные квартиры. Большую часть бюджета, выделенных на реализацию программы, выделили в муниципалитет. Остальные профинансирует фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В основном люди рады тому, что они переселяются из ветхого аварийного жилья в новые квартиры. Кто не радуется к переезду в новую квартиру? Все, в основном, довольны. Но бывают случаи, когда у кого-то имеется рядом земельный участок. Мы им предлагаем взять новые земельные участки для строительства индивидуально живого дома. В следующем году планируется расселить 95 граждан новой квартиры из 9 аварийных многоквартирных домов села Буребай. Ну а в 2017 году программа охватит такие населенные пункты, как Акьяр, Садовый, Степной и Уфимский, где аварийными признаны 12-х квартирных домов. Программу переселения кражин из аварийного жилья и задачи по его ликвидации планируется выполнить до 1 сентября 2017 года. Фаниля Баширова, Зуфар Алибаев, Ленур Крымгожин, Айнур Ахметов, Служба новостей. Год назад в районе было создано отделение Башкирского союза ветеранов боевых действий. За это время члены общественной организации успели выполнить немалый объем работ. В районном Доме культуры состояла встреча, в ходе которой были подведены итоги и намечены планы работ на будущий год. Наш корреспондент продолжит тему. Солдат войны не выбирает. На этом стенде навсегда застыли лица десятерых ребят, которые уже никогда не вернутся домой. И проведение подобной встречи – это прежде всего дань памяти тем, кто уже никогда не обнимет близких. Поэтому и начинают ее с минуты молчания. Всего из нашего района 268 ветеранов боевых действий отдали свой воинский долг на Северном Кавказе. Созданная год назад в районе организации ветеранов боевых действий дала возможность ветеранам консолидироваться и заявлять о своих проблемах, в том числе во властные структуры. Не только встречи, тоже подумаем, как активизироваться. А так в районе все общественные организации у нас работают активно, с каждым годом лучше и лучше поднимаются. И ветераны боевых действий, не разделяя, где они служили, вместе работают. Это не только встречи они проводят, они ходят по школам. Основная миссия – это патриотическое воспитание, встречи с учениками, с родителями. Во всех мероприятиях активно участвуют по линии женсовета, по линии культуры, по линии образования, по линии политики, молодежи. Очень много мероприятий. Везде наши общественные организации участвуют очень активно. Широкий круг ветеранских вопросов совместно обсуждается и принимаются конструктивные решения. В текущем году участниками общественной организации организованы и проведены праздничные и памятные мероприятия. Автопробег оказан в содействии в организацию гуманитарного конвоя в Луганскую Народную Республику. Мне предложили, я сразу сказал, что поеду, есть помощь, есть помощь. Я возил в школу, строю материал. Ну а что, я войну никогда не видел. Для меня вообще шокирующе. Вот эта разруха там, в городе Первомайске. Там вообще много домов разрушено. В этом году мы провели в республиканском масштабе День ветеранов боевых действий. В этом году присутствовали и наши региональные руководители, Тимирян Рожапович Рожапов. Также были приглашены гости из Саренбургской области, потом соседних районов. Тоже наши ребята активно приняли участие. Потом автопробег совершили по местам захоронения наших воинов, которые погибли в Афганистане, в Таджикистане и на Северном Кавказе. Начальник отдела военного комиссариата республики по городу Сиба и Хайблинскому району подчеркнул неоценимую роль ветеранской общественности в сохранении славных традиций поколения победителей. Память о войне, военно-патриотическом воспитании детей и подростков, а также социальной защиты ветеранов. Хайблинский район у нас отличается тем, что у нас очень много ветеранских организаций. И это очень радует. Не каждый район может попасться с таким количеством общественных организаций, флаги, которые находятся у нас в президиуме. И основными задачами этих ветеранских организаций, конечно, являются, первое, социальная защита ветеранов той или иной категории. Второе, это одна из основных задач, это воспитание нашего подрастающего поколения, будущих защитников Отечества. В ходе встречи за плодотворную совместную работу с организацией ветеранов боевых действий, многие руководители и отдельные лица были отмечены благодарственными письмами. Ну а сами ветераны удостоились медалей участника боевых действий. Ну, это признание того, что в Каминале никто не забыл, честно сказать, что помнит о нас. Фанеля Баширова, Запороле Баев, Федор Крымпожин, служба новостей. Приготовление к Новому году набирает обороты. Во всех сельских поселениях уже разрабатываются праздничные мероприятия для населения. Запах мандаринов и хвои вовсю витает в воздухе. Впрочем, новогодний городок появился и в селе Подольск, за территорией детского сада. Администрация Таналыкского сельского поселения оборудует новогоднюю площадку. Все подробности далее. Зимние забавы любят не только дети, но и взрослые. Здесь на небольшом пятачке планируется оборудовать каток. Есть уже ледяная горка, а также установят елку. Население от такой идеи просто в восторге. Особенно рады этой новости дети, которые планируют устраивать хоккейные матчи в длинные зимние вечера. Я очень рад, что поставят горку, построят там елку, праздники будут веселы, много людей. Будем до ночи там гулять, лед построить, будем в хоккей играть. Каток нужен, уже который год хотим покататься, думали, что зальют. Но в этом году заливают, будем ходить кататься, играть в хоккей. Для запуска катка не хватает только одного – трескучих морозов. А пока рабочие совместно с детьми активно и тщательно трамбовывают снег, дабы для ровного покрытия льда. А пока у сельской администрации большие планы на праздники. У нас будет здесь елку поставим. Освещение мы подвели, одну дырелку, вторую дырелку поставим. Планируем в этом году поставить полночное освещение, украшенное лампами, елочку пятиметровую. Нам помогают фермера, они тоже решили. И фермера, депутаты наши, тоже Власенко Виктор и Альберт Искаков. Молодые ребята, но они энергичные. До Нового года осталось чуть больше двух недель, а праздничные настроения уже присутствуют. Но для здорового времяпровождения катания с горки на коньках праздники не нужны. Гулян Сабрагимов, Зуфар Алибаев, Ильнур Крымгожин. Служба новостей, село Подольск. Редкие попадания в кольцо, ошибки в атаке и на приеме мяча. Так прошел третий зональный этап соревнований школьной лиги по баскетболу «Оранжевый мяч» среди юных спортсменов 2003 и 2005 годов рождения. Проверить свои навыки и помериться силами на данные соревнования приехали начинающие спортсмены со всего Заурале. Хочется отметить, что так же, как обычно Зилаирская команда, Зианчуринского района, Обзелиловская и Харимского района очень на высоком уровне играют. В этот раз к нам присоединились команды из Баймахского района, из деревни Старый Сибай. Всем игрокам будут вручены грамоты в школьной баскетбольной лиге «Оранжевый мяч» и медаль. Будет индивидуально каждому игроку, занявшему призовое место, и кубок в команде-победительница. То есть будет разыгран два кубка, первый кубок среди мальчишек, второй среди девчонок. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok